Важные знакомства Эпиграфы «Профессию я не выбирала, она во мне таилась» — Фаина Раневская «Посмотри на себя в зеркало и увидишь, что ты за актриса» — Гирши Фельдман Своё пятнадцатое лето Фаина провела в Крыму, в Евпатории, где познакомилась с молодой талантливой актрисой Московского художественного театра Алисой Каонан, ученицей Станиславского В заросшем соседском саду стоял красивый, чуть обветшалый особняк, в котором, оказывается, каждое лето отдыхала с родными Алиса Каонан Узнав, кто её соседка, Фаина решила во что бы то ни стало подружиться с нею Каждое утро нескладная девочка с сияющими глазами ждала у ворот соседскую компанию, чтобы вместе отправиться на пляж, провести время в обществе своего нового кумира Каонан отнеслась к новой знакомой сначала снисходительно, а затем и покровительственно Льстила внимание и обожание юной Фаи Фельдман Матвей Гейзер рассказывал В то время Каонан была совсем молода, играла в художественном театре и уже была достаточно известна как в Москве, так и за её пределами С Фаиной Фельдман они встретились в Евпатории, где Алиса гостила у своего брата, главного врача туберкулёзного санатория Что касается Фаины, то ей тогда было 14 лет, и в Каонан она была буквально влюблена Специально ради встреч с ней приезжала в Евпаторию и всюду сопровождала своего кумира Спустя пять лет, когда Фаина уже перебралась в Москву и пыталась стать актрисой Каонан уже была примой недавно открывшегося камерного театра под руководством Александра Яковлевича Таирова Раневская обожала этот театр, ходила туда на все спектакли и мечтала когда-нибудь и сама там играть Мне посчастливилось быть на спектакле «Сакунтала», в котором открывался камерный театр Писала она спустя несколько десятилетий Роль Сакунталы исполняла Алиса Каонан С тех пор, приезжая в Москву, я в это время была актрисой в провинциальных театрах Неизменно бывала в камерном театре, хранила преданность этому театру, пересмотрев весь его репертуар Племянница Алисы Нина Сухоцкая стала первой настоящей подругой Фаины Дружба, зародившаяся на Приморской даче, продолжалась всю жизнь Нина стала режиссером Фаины, ее компаньонкой, любимой собеседницей, о которой потом вспоминали современники двух подруг Они являли собой разительный контраст Яркая, статная, царственно-эксцентричная фуфа и маленькая, серенькая, говорливая Нина Близкие Раневской знали, что Сухоцкая отнюдь не приживал к Фаины Георгиевны Ее вкусу, уму, знаниям Раневская безоговорочно доверяла А в конце жизни даже покинула свое элитное обиталище в башне на Котельнической набережной и переселилась поближе к Сухоцкой На руках Нины Станиславовны Раневская и скончалась Знакомство с Ниной Алисой окончательно укрепило Фаину в желании стать актрисой, как ее старшие подруги Сухоцкая говорит о Фаине, как об обаятельной, прекрасно, иногда несколько эксцентрично одетой молодой девушке Остроумной собеседнице, приносившей в дом атмосферу оживления и праздника Сухоцкой Фаина казалась очень красивой, даже несмотря на неправильные черты ее лица Огромные лучистые глаза, столь легко меняющие выражения Чудесные, пышные, волнистые, каштановые, с рыжеватым отблеском волосы, прекрасный голос, неистащимое чувство юмора И, наконец, природный талант, сквозивший буквально в каждом слове Фаины В каждом ее поступке все это делало ее обворожительной, привлекательной и притягивало к ней людей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok